Даже стыдно. У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России. Он живет на другой планете. И я это стал осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал, говорил. Но сейчас с каждым днем я начинаю понимать, что это было, наверное, заблуждение. Это была имитация его всей работы. И информацию подтвердила ту, которая происходит на самом деле в нашей России. Я понял, что Москва и Петербург уже себя считают не Россией. Я это могу полностью обосновать, почему я так говорю. Что Россия, я сегодня вижу Россию, и многие об этом говорят, и люди простые говорят. Сегодня Россия это Дальний Восток. Это Сибирь. Это Урал. Вот это Россия. А Москва и Петербург не видят Россию. Они не ощущают, и не видят, и не понимают, как живет Россия. И вот недавно я смотрел, пенсионеры получают по 8 тысяч пенсии, а машину дров надо купить за 8 тысяч. И он не может понять, а как же человек выживает. А это только Московская область. У нас так вся Россия живет. Им надо проехать не только по Московской области, а немножко от нее подальше. На Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Я бы даже порекомендовал нашему президенту, за место иногда рыбалочки, отдыха, ну поверьте, о чем я говорил, если мы не вернемся, не пересмотрим бюджет, ничего у нас в крае не будет. Пока мы будем платить 2 третих в Москву, дань, дань, именно дань, это дань. Мы как колония здесь. Мы не пересмотрим в обратную, чтобы 2 третих оставить на сегодняшний день на территории, хотя бы на 10 лет, чтобы ее восстановить. Ничего у нас не будет. И то, что мы построим... И я так удивляюсь, думаю, что произошло с нашим обществом, что произошло с нашим народом. И на самом деле просто наше общество, и весь наш народ превратился в население. И все живут тихо. И ждут, что же завтра будет. Плывут по течению. И ждут, будет Путин, будет Петро, будет Иванов. Разницы нет. Ничего в нашей стране не поменяется. Если мы сами, сами, все не поменяемся. Нельзя обвинить одного, например, сегодня Путина, Толоконского, других губернаторов. Мы сами позволили с собой делать все то, что с нами делают. И не сказал спасибо. Позор ему. Кроме наших ветеранов, спорта, труда, героев, которые постоянно приходят и видят, и удивляются, почему так власть к себе сухо ведет к таким мероприятиям. Потому что это не власть. Это случайные люди оказались рядом с властью, которые греются от этого, воруют, крадут этот бюджет, пилят между собой. Поэтому на сегодняшний день так страна наша живет. Толик Петрович, хотелось бы пройти... В нашей стране построена колония. В нашей стране, мы все видим, продлевает пенсионный возраст. Для чего? Для чего это делается? В нашей стране посмотрите, как живут пенсионеры. Даже не будем брать самых простых людей. Возьмите, посмотрите, как живут герои труда. Кавалеры трудовой славы, которые всю сознательную жизнь отдали нашему государству. На стройках народного хозяйства, на строительстве серьезных, крупнейших предприятий, краеобразующих, городообразующих. Посмотрите, как они живут. И то, что на сегодняшний день говорят. И посмотрите, каждый год вывозят по 300 миллиардов долларов из страны. И власть имущие, которые ходят друг к другу, выбирают. А на выборы ходят вот эти 21%. Это государственные служащие. А народ уже не верит государству. И эти выборы сегодня, в которых участвовал господин Толоконский со своей командой вместе с Пономаренко и Бочаровым, то, что они показывали, разрушили выборное право и лишили конституционного права граждан наших. И за это их дают государственную награду. Орден Невского, Александра Невского. А я думаю, орден Цутуловым надо давать за это. Поверьте. Следующая новость. Вот за полгода до выборов уже прозвучало много сообщений, что в России кризис закончился, экономика на подъеме. А очень положительные цифры по инфляции. Никогда такого не было. И вот опять уже 4-5% всего лишь. Ипотека дешевеет. Впереди политический коммунизм. Дим, я же вначале сказал, господину Путину предложил вместе с нашим земляком, министром Шойгу, проехать по городам, районам, селам. Я же вначале сказал, господину Путину предложил вместе с нашим земляком, министром Шойгу, проехать по городам, районам, селам. Вот сейчас выборная кампания будет. Пусть он посмотрит в действительности, как живет Россия. Не как Москва с Питером, а именно как Россия живет. Как в селах выживают. Выживают. 21 век. Позор. И все сразу ясно станет. Они пытаются нас успокоить на телевидении. Вы посмотрите, все каналы государственные занимаются пропагандой оболванем нашего народа. Которые люди, оказывается, сегодня большинство не смотрят телевизоры и не включают. Потому что я вот сколько разговариваю с учителями, а мы, говорит, не смотрим. Доверяй, потеряй. Врут. Потому что с утра до вечера по государственным каналам у нас беспокоит, как живет Украина, как живет Сирия, как живет Америка, что будет делать Трамп. Туда или сюда. Я думаю, надо спросить у наших депутатов Госдумы, когда они вставали и были радовались за победу Трампа. Как вкусной победе. Да, но сегодня. Мех же подешелело. Почему бензин-то не подешелел в два раза? А бензин самый дорогой у нас. А бензин самый дорогой. Это первый пример. Люди недоумевали и продолжают задумевать. Почему сырье дешевеет, а розница дорожает. То есть бензин постоянно дорожает. Это первый пример. И сейчас нам власти что говорили в 2014 году? Что вы понимаете? Ну нефта обрушилась. А у нас же доллар там как нефть и доллар. Он же привязан. Вот вернется нефть к 100 долларов за баррель. И опять глядишь, у нас будет рубль котироваться как прежде. По 33 рубля. Что мы видим? Нефть дорожает. Нефть уже поднималась. Дмитрий, вот о чем мы говорим, ну это сам между строчек все понятно, что мы живем, обеспечиваем Запад и строим им экономику. Только не в своей стране. Это позор для нашей власти, которая до сих пор ничего не смогла сделать. Потому что мы полностью зависим от этих игр, которые сегодня навязывает нам Запад. И то, что у нас построена колония в России, разумный экономист не сможет опровергнуть. И это, я об этом говорил еще много-много лет назад. И говорил, что наши финансовые группы и те олигархи самые великие, они давно уже одной ногой там, в капкане. Там, на той стороне реки. И навряд ли они когда-то придут в Россию. Им не дадут. И то, что сегодня закон этот принят в Америке вступить там в январе или там в феврале, я думаю, в преддверии выборов. И там американцы готовят ответить прежде всего на те выборы, которые прошли в Америке. Они хотят сделать свой ход по поводу выборов президента в России. Я уверен, что это еще, поверьте, увидите, что будет происходить. Как будут бежать и эмигрировать богатые люди из России. Потому что у них все там. Ихные дети учатся там. Ихные семьи живут там. Ихные дома там. Их что-то по сегодня держит в России. Держит это колония, где они добывают сырье, вывозят, продают и все остальное. Вот только что держат. Но они все взрослые, самодостаточные. И посмотрите, а как они будут делать, когда большинство даже депутатов Госдумы, дети за границей, имеют уже гражданство и все остальное. Но политиков даже наших известных тоже самое. Они служат уже другим интересам. И мы здесь, где-то в Сибири, копошимся и хочем назвать вещи своими именами. И я вернусь немножко к той ситуации, которая была. Из-за чего Быкова прилетел целый самолет ФСБ и арестовал и увез. В Москву. Когда сюда приезжала комиссия, 300 оперативников приехало. Возбудили десятки дел уголовных. Потому что Быков тогда хотел объединить энергетику, металлургию, уголь, железную дорогу. И построить, восстановить то, что хотел сделать Косыкин. Конскачин в бассейне. Я тогда говорил, руководителю края говорил, я не претендую на первое место управлять. Но я говорю, я прочитал и я вижу, что это единственное возрождение экономики через это направление. А когда в Москве узнали все эти олигархи, что я готовлю, так они с цепи сорвались. Они все ФСБ построили под козырем. Любой ценой они между собой уже поделили, кто углем будет заниматься, кто нефть, кто металлургией, кто энергетика.